Друзья, всем привет! Как обычно в это время в эфире телеканал ТНТ-Мьюзик, программа Фанбокс, программа о хороших людях и молодежной культуре 21 века. С вами по-прежнему Влада Голдберг, Глеб Болелов и Влад Богданов. Друзья, мы продолжаем рассказывать обо всем самым интересном, что происходит вокруг нас. Снова разделились на этой неделе. У нас три офигенных сюжета. Я вот, например, побывал в Нижнем Новгороде на крутейших соревнованиях по скейтбордингу. Это чемпионат Европы. Проходил он впервые. В общем, все подробности в моем сюжете. А у вас что? Ну, а я побывала на неделе моды, посмотрела, что носят и что будут носить в следующем сезоне. Так что, Глеб, тебе рекомендую настоятельно посмотреть мой сюжетик. Слушай, я постоянно вот смотрю и вижу людей, которые ходят по подиуму, всех моделей. Там же половина одежды, даже невозможно надеть вообще. Зачем это все? Зачем это все? Ты зря так думаешь. Ну, Владос, давай. Ну, а я в этот раз оставлю интригу, скажу, что это кое-что музыкальное. А что это вы сейчас увидите сами? Где-то я уже это слышала. Музыкальное? Перестаньте. Что-то не ожидает. Друзья, ну что, мы в Нижнем Новгороде, и именно здесь проходит чемпионат Европы по скейтборнингу. Проходит он впервые, и нам очень приятно, что именно в нашей стране. Звук едущего скейтборда ласкает слух уже не одно поколение молодежи. Занятие, которое обожают по всему земному шару в самых разных его проявлениях. От добраться до магазина за хлебом, то прыгнуть с рампы в каньон. Для многих скейтбординг стал главным занятием в жизни. На самом деле, это огромная индустрия. В нее входят и фото, и видеопродакшены, и строительные компании, создающие парки. И скоро эта индустрия расширится еще больше, поскольку с недавних пор ее признали как настоящий спорт. И уже этим летом скейтбординг впервые будет представлен на Олимпиаде. Конечно же, глупо думать, что спортивной составляющей в скейтбординге до этого не было. В мире существуют всевозможные чемпионаты и крупные соревнования с этапами по всей планете Земля. Так что здесь есть разные мнения, кто кому больше нужен – скейтбордингу Олимпиады или Олимпиаде скейтбординг. Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил впервые и давал возможность набрать очки для попадания на Олимпиаду. Поэтому в парке можно было увидеть настоящих звезд скейтбординга. В общей сложности 150 райдеров. То, что такой крупный чемпионат стартовал именно у нас, это большой успех. Сложно, но скейтбординг всегда сложно, что на доске что-то в кабинете. Ни там, ни там тебя не принимают легко. По многим странам федерации, как и у нас, родилась два года назад и далеко не все пока что могут делать то, что мы научились делать – отправлять всех ребят на контесты за рубеж. Посмотрите, русские везде, на всех стрит-лигах. Много ли там европейцев? Мы уже много раз говорили, что в 2020 году на летних Олимпийских играх в Токио будет впервые представлен скейтбординг. И я уверен, что многие из вас не представляют и не понимают, как же судится этот вид спорта. В большинстве экстремальных видов спорта главное не что, а как. Здесь есть такое понятие, как стиль. Например, в футболе или беге – все равно, стильно ты бежишь или нет. Здесь главное – прибежать первым или забить больше голов. Судейство в скейтбординге многоуровневое и весьма непростое. Поэтому вердикт выносит целая коллегия. Здесь стабальная система оценки. Пять судей. Пять оценок. Две – нижний и верхний убираются. Из трех – среднеарифметические. Мне кажется, этот метод максимально точен в данной ситуации, потому что скейтбординг – это как фигурное катание. Итак, критерии судейств. Самое непонятное для людей, не погруженных в скейтбординг – это сложность трюка. Серьезная иерархия, разобраться в которой сразу не получится. Здесь важно, с какой стороны райдер подъезжает к перилам, длина скольжения и всевозможные технические элементы. Частенько то, что кажется эффектным и зрелищным, на деле приносит меньше очков, нежели более простой трюк, но сделанный не в своей стойке. Настоящие про выполняют трюки как правой, так и левой ногой. Поначалу это будет очень сложно увидеть, но после пары часов трансляции, поверьте, вы втянетесь. Затем более простые для осознания критерии – скорость, с которой спортсмен выполняет попытку использования парка, и амплитуду выполнения трюка. По формату все просто. Сначала у каждого по две попытки по 45 секунд, а затем пять так называемых бест-триков. По очереди райдеры выполняют по одному трюку. Чаще всего это те, которые не вошли в выступления, потому как сделать их очень непросто, а падение в заезде сильно уменьшает баллы. Поэтому эта часть самая зрелищная и интересная во время всех соревнований. И вот Яка едет. Ух ты! Что просто? Ты понял? Нет, я даже не знаю, как называется, как это можно назвать. На первом чемпионате Европы по скейтбордингу в финал вышел только один российский спортсмен – житель Санкт-Петербурга Константин Кабанов. Он принимает участие в самых крупных и авторитетных соревнованиях по всему миру. После своей первой попытки, которая была идеальной, стадион пришел в экстаз. Но потом не задалось. Вторая попытка получилась не такой гладкой, а в бест-трике ему так и не поддался биг-спин-блан слайд. Аплодируем и мы с Димасом. С ним! В итоге Константин Кабанов стал восьмым. Этот чемпионат уже точно станет одним из главных в календаре европейских скейтеров. Он будет проводиться ежегодно в разных странах Европы. И очень круто, что эта история стартовала именно в России. Сегодня в век интернета новые исполнители появляются буквально каждый день. Но остаться на волне и удержаться удается лишь единицам. У Верби это получилось и сейчас мы с ним об этом поговорим. Еще совсем недавно он был обычным парнем и работал на заводе. Но в один момент серая рутина сменилась сценой и плотным гастрольным графиком. Теперь имя Верби мы видим во всех топах музыкальных чартов. Бабушка изначально заставила пойти заниматься музыкой, потому что у меня отец фортепиано закончил. И сейчас бабушка говорит, вот это клево, давай. И я такой, ну, знаешь, маленький еще, мне лет 10, наверное. Я такой, блин, прикольно, прикольно, давай, давай, давай. Лет в 16 параллельно начал заниматься еще рэп-музыкой. Ну, тоже понимал, что я нифига не смогу этого не добиться, потому что я такой же, как и все. Ну, типа в рэп-музыке. Ну, типа вообще, в принципе, даже как пианист или там как рэп-музыкант я не смогу ничего добиться, потому что, ну, я не такой талантливый, чтобы этим заниматься, параллельно работать на завод. И после университета там тоже остался. Ну, в итоге как-то так, знаешь, всегда тянуло к музыке. Я что-то сел, думаю, ну, хобби у человека по-любому должно быть. И просто что-то наигрывал, наигрывал, в итоге переросло все что-то такое большое. Начиная свой путь, он очень сомневался в себе. Иногда масло в огонь подливали окружающие. Однако, следуя мечте, Верби оказался там, где всегда хотел быть. И познакомились мы, кстати, на его сольном концерте в Москве. Во-первых, выступать в Москве для меня это как будто бы день рождения, потому что приходит куча гостей, куча друзей. И для меня это всегда очень большие переживания. Я реально переживаю. Я не знаю, что сегодня будет, как отреагируют люди. В гримёрке я такой, знаешь, обычный такой, простой какой-то. У меня там, вот с друзьями сажу, общаюсь. Они меня знают таким, что я вот, только немного закрытый в чем-то. Но просто я выхожу на сцену в час. Я какой-то вообще совсем другой. То есть я перевоплощаюсь. Я уже возвращаюсь в гримёрку обратно и говорю, что это у тебя что было. Ты же совсем другой на сцене. Вы слышали новый альбом? Да! Вы знаете новую песню? Погнали! Погнали сделаем этот песню! А когда уже стоишь непосредственно на сцене и зал орёт твои строчки, которые были у тебя в голове и сейчас их поёт огромная толпа. Не знаю, какие чувства испытываешь? Ну, это... Кайф! Я стоял на концерте у Коржа. Например, в 15 лет смотрел на него, пел его песню и такой, я тоже так хочу. И это тот момент, когда я стою, и передо мной люди с фонариками поют мою песню. То есть это непередаваемо по-любому. Я не знаю, как это писать вообще. Мне нравится. Очень рад, что я занимаюсь любимым делом. Практически все премьеры Верби действительно моментально залетают в топы. Не знаю, как ему это удаётся, но на этом парень не останавливается. И уже готовит новую, очень значимую для него работу. Самый важный трек для меня выходит. Скоро над ним очень работаем. Он многое покажет для меня. Вот. Это уже такой взрослый уровень. Я как-то все свои проблемы взял, выкинул их в этот трек. И получилась такая картинка. Ну, я надеюсь, что понравится. А там посмотрим. А как так будет называться ещё? Ненужный. Ненужный. Ненужный? Да. Также на этот трек в начале следующего года команда артиста планирует выпустить видео. Так что ждём новый хит. Всем привет! Мы на неделе моды в Манеже. Сегодня узнаем, какие тренды нас ждут в следующем сезоне. И что пора бы убрать уже в дальний сундучок. Каждые полгода на Москву обрушивается неделя моды. Этот сезон показов стал финальным сезоном второго десятилетия 21 века. Так что чисто теоретически пора рассуждать о том, какой была мода десятых годов. Конечно, стрит-стайл модники и мы не могли пропустить это событие и собрались на Манежной площади, чтобы показать свои аутфиты и на других посмотреть. Вы сегодня отвечаете за опасность на этой вечеринке. За опасность? Скажите, что на вас надето? Надето что? Пиджак моего папы. Он выступал в нём. Давно, наверное, лет 25 назад. Просто достала из шкафа. Шорты моего друга. Панамка тоже какая-то из кладовки какой-то. Я её тоже немножко расписала. Бюджетная. Молодец. На мне ботинки с Авито. Брюки кожаные с благотворительного магазина. Спасибо. И пальто у Шатава. Это я точно могу сказать. Ну и сумка. 400 рублей секонд-хенд. Так она стоит 8 тысяч. Идеально. Если честно, даже половина вещей, которые я ношу, я иногда не знаю, откуда они берутся. Вот. Лептомания? В общем, обычная жилетка секонд-хенд. Свитер тоже из секонда. И штаны из секонда тоже. Так, сумка от моих друзей. Очень люблю секонды. Я считаю, что необязательно тратить много денег, чтобы хорошо выглядеть. В этот раз, судя по всему, основным спонсором всех модников выступили секонд-хенды. И это неплохая тенденция и претензия на экологичную моду. Конечно, я не смогла не узнать у собравшихся, на какие тренды стоит обратить внимание в грядущем сезоне. Расскажите мне, пожалуйста, какие у нас тренды в следующем сезоне? Что вообще носить? Что покупать? Тренды, которые самые-самые актуальны – это кожа, как раз таки. Вот полностью вообще в кожу, если обрядится, все в самом тренде. Потом рисунок зебры. Неоновые цвета, цепи, кстати говоря. Образ Vivian Westwood. Вот. Сумасшедший немного. Сумасшедший панк, да. Вот это все в тренде. Клетка все так же остается, бежевый цвет. Ну и цепи возвращаются, хотя в прошлом вашем видео я говорил, что не надо носить цепи, цепи возвращаются, можете носить. И так себе предсказатель трендов я посмотрю. Мне кажется, часть трендов все равно останется. Тот же оверсайз, он всегда был популярный, потому что он, да. Оверсайз – это уже не тренд, это уже классика. Я думаю, что скоро опять войдет в моду очки-авиаторы. Тонкие, вот знаете, такие тонкие шпильки. Очень люблю цветы, я их в принципе люблю и тоже, наверное, я бы цветы, особенно какой-то мелкий цветочек назвал мастхевом. Широкие брюки. Ежесезонно тренд-хантеры вкупе с брендами представляют огромное количество трендов. Вот еще несколько мастхевов грядущего сезона. Если говорить о цветах, то это огненно-красный, пыльно-зеленый и оранжевый. Говоря о материалах и предметах одежды, это Total Denim Look кружева, огромные черные тренчи, трикотажные шорты и юбки с запахом. Но, как обычно, есть и те тренды, о которых пора забыть и отложить до лучших времен. Ну, давайте еще тогда три тренда, которые забыть вообще, простить, убрать и не вспоминать. Мне кажется, бежевые тренчи. Типа это прикольно, но когда это начали носить все, это уже как-то, не знаю, бесит. Головные уборы, типа шляпы, всего, потому что, ну, шляпы уже давно ушли совершенно, и сейчас это не актуально абсолютно никак. Пуховики с мехом, которые приталенные, вот такие, как будто бы гусеницы. У нас вот, ну, к сожалению, большинство женщин в стране их носят. Слишком большие бесформенные штаны. Не слишком большие. Знаете, такие в пол бывают. Ну ладно. Да. Ладно. И очень маленькие сумки. Аглишусь и маленькие очки. Ну что же, думаю, к следующему сезону вы теперь точно готовы. Но, внимание, списывая свои вещи под эгидой уже не модно, не забывайте, что мода циклична. И, судя по всему, тема ресайкла и осознанного потребления набирает обороты. Говоря о моде следующего десятилетия, тренд на экологичность будет одним из главных. Поэтому открывайте мой предыдущий выпуск со списком секонд-хендов, хватайте этот мини-гайд по модным трендам и отправляйтесь на шопинг. Друзья, ну что, на этом все. Вы посмотрели очередной выпуск программы «Фанбокс». Но перед тем, как сказать вам «до свидания», у нас есть еще одна очень важная информация для любителей халявы. Да, друзья, до 21 октября на сайте womansday.ru вы можете выиграть лимитированный бьюти-бокс, в котором более 20 косметических средств. Так что, друзья, успевайте. Все подробности на сайте womansday.ru. Ну что же, увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока! Продолжение следует...